Здравствуйте, уважаемые зрители! Мы продолжаем наши беседы с архипастырем. На ваши вопросы ответят митрополит Симбирский и Новоспасский Лонгин. Здравствуйте, Владыка! Здравствуйте! Сегодня все вопросы будут связаны с молитвой. И вот для начала, наверное, стоит напомнить, что такое молитва. Молитва – это общение человека с Богом. Молитва – это выраженное в словесной форме, устно или внутри человека, обращение к Богу как к личности. Это просьба или благодарение. А чем различаются личная и церковная молитва? Личная молитва – это общение с Богом, человеком. А церковная молитва – это исполнение слов, которые сам Господь сказал в Евангелии. Там, где двое или трое собраны во имя мое, там и я посреди них. Говорить о том, какая молитва важнее, церковная или личная, наверное, не совсем правильно. Церковная молитва необходима. Человек должен приходить в храм, молиться в нем. И молиться вместе с такими же, как он, братьями и сестрами. Но и молитва личная тоже обязательно. Потому что молитва личная – это установление такой прямой связи с Богом. И это то, что приучает человека к тому, что называется хождение перед Богом. Если человек пришел в церковь, допустим, раз в неделю, два раза в неделю, раз в месяц, а потом ушел и больше не вспомнил даже о Боге, это неправильно. Он просто, в нем все расхолаживается. И молитва домашняя, молитва личная – это как раз способ о Боге не забывать, помнить о нем и обращаться к нему во всех случаях. Очень часто люди под молитвой понимают только какое-то обращение к Богу за чем-то хорошим. Господи, дай мне его там. Вот сделай, Господи, хочу вот такого. Начиная со студенческого. Экзамен сзади, я билетов не знаю, но пусть мне попадет тот, который я знаю один. Или дальше это могут быть какие-то личные просьбы. Или у кого-то любовь, у кого-то привязанность, у кого-то все. Это не совсем молитва. Это молитва, и Господь зачастую слышит и исполняет такие молитвы. Но молитва – это все-таки общение с Богом. Даже когда мы общаемся с людьми, если у нас есть человек, и мы все время к нему идем, и дай, и дай, и дай, и дай. Он в конце концов скажет, ну, уходи отсюда. А поэтому Богу нужно, чтобы мы что-то Ему дали. А мы можем дать только одно – сердце. Сердце, которое любит Бога, почитает Бога, и старается жить по Божьим заповедям. Это главное, что нужно от нас Богу, и это главное, чего человек должен просить в молитве. Господи, да будет воля Твоя. Вот молитва, как я уже сказал, это общение с Богом. И это общение не должно заключаться только в каких-то просьбах благополучия, хорошей жизни и так далее. Вопрос от зрителя. Как открыть сердце Богу во время молитвы? Ситуация такая. Молюсь по зову души, но во время молитвы вообще ничего не чувствую. Как бы голова работает, память напрягается, но в душе пусто. И получается, что вылетают пустые слова. Это бывает. На самом деле это бывает у всех. Людей, у кого-то чаще, у кого-то меньше. С этим нужно преодолевать. Учиться преодолевать. Для того, чтобы учиться преодолевать, все святые отцы советуют заключать ум в слова молитвы. Что это значит? Ну, каждое слово, произнесенное нами, должно вызывать в сознание человека некий образ. Вот заключение ума в словах молитвы – это то, что помогает этим словам прозначать, звучать в нашем сердце. Это самое главное. Это не всегда и не сразу может получиться. У кого-то быстрее, у кого-то медленнее. Это зависит от того, чем занимался человек перед тем, как он встал на молитву. Это зависит от очень многих вещей. Но здесь должен выработаться навык. Человек встал на молитву, и после этого все, что было до молитвы, все должно уйти. Он должен это все абстрагироваться. Все это убрать из своей памяти, из своего сердца, из своего ума. Только вот обращаться к Богу, представляя себе, что ты стоишь перед Богом. Вот Бог и ты, и ты обращаешься к Нему. Поэтому вот я могу только сказать человеку, задавшему этот вопрос, что это труд, молитва – это большой труд. Даже есть такая старая русская поговорка, что на свете два самых трудных дела – это Богу молиться и старых родителей кормить. Такая старинная была поговорка – Богу молиться и старых родителей кормить. Видите, сопоставляется с чем. Поэтому надо понимать, не надо бояться того, что есть какие-то трудности, и не сразу все получается. Получится. Только нужно не ослабевать в терпении. И вот очень хорошие слова мне в свое время как-то очень понравились у Феофана Затворника. Я вообще очень люблю этого автора. И у него была огромная переписка. По 40-50 писем каждый день он получал в своем Затворе и отвечал на все эти письма. И потом, после его кончины, эти письма издали. Это 8 томов больших. Просто представить, 8-томник писем. Я в своем тоже их все прочитал. И захватывающее совершенно чтение. Но обычно письма мало кто читает. Это как-то так мало такая интересная вещь в собраниях сочинений. А здесь это было у святых отцов. И это одно из самых интересных элементов их наследия. И вот ему одна женщина тоже пишет, примерно то же самое, задает вопрос. Такой, ну, пустота, ничего. Я вот стою, молюсь, читаю правила. И ничего не в сердце, не в голове. Закончило, и у меня ничего. Он говорит, ну, вы тогда встаньте перед иконкой, прежде чем уйти. Перекреститесь и скажите так вот, обратитесь к Богу от всего сердца. Господи, я не смогла принести тебе сегодня мое сердце. Примет меня хотя бы ноги. Ну, то, что я стояла и молилась. Примет меня хотя бы ноги. Вот мне очень понравились эти слова. Они как-то так и остроумно становятся. Ну, то есть, вообще, святитель Феофон очень остроумный человек, тонкий и остроумный. И, но с другой стороны, очень точно говорят о том, что, в общем-то, молитва тоже жертва Богу, которую приносит человек. И жертва может быть всякой. В том числе и такой. Следующий вопрос от зрителя. Как молиться родственников, которые жили и умерли в советское время? Не знаю же, были ли они крещены. И уточнить уже не около. Да, это сложный вопрос. На него практически нет ответа. Его часто задают. Что можно посоветовать? Ну, как-то более активно попытаться порасспрашивать каких-то дальних родственников, еще кого-то. Ну, посмотрите, годы, даты рождения, допустим. До конца 20-х годов в нашей стране храмы пока еще существовали. Да, с конца 20-х, так называемого Великого Перелома. Кто учил историю Советского Союза, знает, что это такое. 28-29 и дальше, до войны. Тогда уничтожали все храмы, тогда появились некрещенные дети. Хотя потом, после войны, когда храм опять открыли, вроде тоже многих крестили или сами крестились люди. Поэтому это очень сложно. Тут можно только гадать. Но я думаю, что надо молиться самим, конечно. Я думаю, панихиды можно заказывать, свечи за них можно ставить, милостыню подавать. Но вот подавать, если уж точно ты не знаешь, даже никакого свидетельства нет о том, крещён человек или нет, подавать на литургию, на прескомедию записки, чтобы их помянули на прескомедии, не надо. Как молиться, если часто унываешь? Во-первых, надо понять, не является ли это какой-то особенностью характера у человека. Молиться надо с усилием, если унываешь. А как правило, когда унывает человек, ему приходится заставлять себя что-то делать. Потому что уныние – это такое чувство, когда ничего не хочу, ничего не буду. Есть такой в древнем потеряке очень хороший совет по этому поводу. Один ученик спрашивает у Стаса, он говорит, я очень унываю. Стань на молитвы и молись. Он говорит, я молюсь и всё равно унываю. Он говорит, помолись усерднее, с поклонами, положи поклоны. А тот говорит, да, вот и положил поклоны. Я всё равно не могу ничего делать, унываю. Просто ничего не хочется мне. Никаких мыслей о спасении даже нет у меня в голове. Он говорит, попробуй ещё помолить. Он ещё помолил, не помогает. «Тогда завернись в свою мантию, ложись и спи». Вот такой совет, да, святотеческий. «Ложись и спи», да. Наверное, он годится и умирует, этот совет. Потому что, да, ну и надо обязательно понять, иногда такие проблемы возникают от каких-то… Депрессии, может быть, депрессии. Депрессии, ещё что-то, да. Совершенно не нужно думать, что если мы поверили в Бога, и мы теперь люди вот такие церковные, или так на пути в церковь, то нам теперь не нужно ни врачей, ни таблеток, вообще ничего, ничего, ничего. Это неправильно. Это абсолютная прелесть. Поэтому нужно сначала исключить все физические, физиологические, психологические причины, а потом уже как-то вот смотреть, что из этого получилось. Спасибо, Владыка. Пожалуйста. До свидания. До свидания, уважаемые зрители. Святая Земля – место, где родился и вырос, проповедовал и творил чудеса, был распят и воскрес Господь Иисус Христос. Для каждого она своя, поэтому так много художников старалось запечатлеть и это важное для каждого христианина место на своих полотнах. 3 ноября в Дворце культуры Губернаторский состоялось открытие 78-й международной художественной выставки картин «Святая Земля. Глазами художников России и мира». С приветственным словом к организаторам и гостям выставки обратился митрополит Имбирский и Новоспадский Лонгин. Сегодня благодаря этой выставке мы имеем возможность соприкоснуться с образами Святой Земли. На протяжении многих столетий «Полотничество Иерусалима» было одним из главных стремлений благочестивых русских людей. Здесь происходили важнейшие события мировой истории, в первую очередь связанные непосредственно с общением Бога и человека. В создании монославного человека в русской культуре небесный Иерусалим – это образ горнего мира, мира, куда стеренится человеческая душа. И Россия всегда сохраняла глубокую духовную связь с местом земной жизни, крестных страданий и славного воскресения Спасителя нашего Господа Иисуса Христа. К сожалению, не всегда и не для всех возможно полотничество на Святой Земле. Но даже напоминания об этом удивительном месте, его художественные образы способны вызвать самые добрые и самые глубокие чувства в человеческом сердце, чего я искренне желаю всем вам. Прозвучали приветственные слова от имама Центральной мечети Рустама Сафина, руководителя Чувашского отделения Императорского православного палестинского общества Басам Аль Балауи, руководителя Симбирского отделения Императорского православного палестинского общества Василия Гвоздева и министра искусства и культурной политики Ульяновской области Евгении Сидоровой. Очень важно сегодня проводить такие мероприятия, которые укрепляют дружбу. Я уверен, что каждый, кто посмотрит на эти полотна, кто придет, пока выставка будет работать на этой площадке, с того, чтобы ознакомиться, он не останется равнодушным. И рассказав потом свои ощущения и впечатления в семье, в своем коллективе, в доме, мы все, все станем чуть-чуть ближе, ближе к вере, к святым местам. Это очень важно. Святая Земля – удивительное место, где оживает библейская история, где прошлое, настоящее и будущее слиты воедино. Вот почему даже простые сцены из жизни, запечатленные художниками, бытовые зарисовки и портреты, так интересны для зрителя. Евангельские сюжеты, живописная природа, места паломничества, святыни христиан и мусульман, памятники археологии – все это можно увидеть на картинах и графических полотнах. Увидеть картины жители города смогут в течение месяца. Сергей Николаев, Юрий Конихин, Симбирская митрополия. Сергей Николаев, Юрий Конихин, Симбирская митрополия. Сергей Николаев, Юрий Конихин, Симбирская митрополия.